Всем привет! Я Алиса Че и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду обустраивать Бургер Кинг в Аттока Бока. Перед началом подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Ну а мы начинаем. В каком доме я буду обустраивать Бургер Кинг? Ух ты, тут есть какой-то новый домик. Давайте посмотрим, что там внутри. Ух ты, ничего себе! Дом с пляжем! Вау, это настоящая вилла уже даже. Можно попробовать тогда будет сделать здесь Бургер Кинг, потому что я еще ничего здесь не обустраивала. Как раз Бургер Кинг с террасой будет. Красота! Здесь кухня, туалет. Просто прекрасно. Давайте начинать. Я думаю, что вот здесь самая большая комната будет основной зал. Для основного зала я выберу какие-то такие обои. Деревянный пол какой-то такой. Разные есть. Самый темный. Ну ладно, оставляю вот этот. В принципе он красивый. Мне интересно, меняются ли здесь полы? О, все меняется! Отлично! Вот так вот, значит, все соединяем. Бургер Кинг с видом на море. Вы где-то такое вообще видели? Шикарно! Нужно ставить столы. Столики, мне кажется, там какие-то коричневые. Для нескольких человек. Для одного, для четырех. Что-то похожее. Это будет для четырех. Какие-то красные стульчики. Может вообще вот так и не сделаем? Слушайте, а давайте! В принципе часто бывают такие столики в кафешках. Высокие достаточно. Вот какие-то такие, наверное. Давайте найдем. Ну, можно вот эти, можно эти. Вот, вот эти похожие прям очень сильно. Теперь нужны специальные стульчики. Есть фиолетовые новые, но они как-то мне не очень по душе. Вот такие стульчики. Мне нравятся. Ставим везде. Класс! Кстати, сразу давайте поставим столик для места, где будут продавать. Это все разные меню будут стоять. Можно сюда поставить стул. Поставим кассу. Вот он, кассовый аппарат. Отлично. Ставим. Еще нам нужны подносы, которые мы можем потом в принципе забрать в фастфуде. Ну зачем потом? Поехали прямо сейчас. Вот наш мини-бургер Кинг. Отдавайте мне подносы. О! Выбросила! Что ж такое? Ааа! Почему? Ладно. Давайте нашу картошку фри, бургеры. Ставим. Это мы все забираем. Оп! Оп! Отлично. Есть еще подносы. Пожалуйста! Больше подносов нету. Только два. Но два для нас это все равно слишком мало. Поэтому мы сейчас возьмем всю еду просто. А подносы какие-нибудь найдем. Ну теперь давайте точно найдем подносы. Подносы, подносы, подносы. Ну какие-то такие давайте тогда. Давайте какой-нибудь холодильник повесим сзади. Вот такой холодильник с напитками, потому что часто все напитки просто находятся возле кассы. Лимонад? Просто поставим его. Вот еще разные напитки тоже будут стоять. Ух ты! Еще какие-то коктейли. Вау! Новые коктейли. Это интересно. Не надо переливать ничего. Вот вода можно добавить. Мы сейчас по напиткам. Милкшейки. И вот соки. Соки добавляем. И еще можно вот эти напитки. Жалко, здесь нету напитков в банках. Можно было бы сделать как будто это. Пепси, кола, спрайт, фанта. Ну автомат с самоналивающимися соками я сделать не смогу. Максимум, что я могу вот лимонадик поставить. Кстати, да, давайте его поставим, чтобы люди сами наливали. Еще мелкшейки. Вот. Так классно, да. Мне нравится. Можно поставить еще один столик. Вот этот на этот раз. Для четверых или для двоих, не знаю. Ну, для двоих у нас будут стоять на балкончике. Вот. Маленькие ступчики. Вот. Для четверых. Прекрасно. Ну, эта комната уже готова. Давайте поставим еще столик один, получается, да. Один столик для двоих. Все в одном стиле. Как любят эти заведения. С фастфудом. Можно даже два столика. В принципе, я переборщила. Думала, что не поместится. Мне кажется, что все работает. Вот. Ну, прелесть. Можно было бы, конечно, поставить один большой. Но мне как-то не очень хочется. Не будет. Так. Эстетично. Красиво. Ну, теперь точно все. Осталось там повесить разные менюшки, разные картинки. Все будет супер. Ладно. Переходим к следующей комнате. И это должна быть кухня. С балконом зачем-то. Зачем с балконом? Не знаю. Может быть, кстати, на балконе мне выставить еще один столик. И прямо из кухни официанты будут приносить все. В принципе, хорошая идея. Давайте так и поступим. Правда. Будет видно, как что готовят. Какая разница. Все равно очень красиво получится. Вот. Я же сказала. Очень классно. Туда можно будет прийти вот отсюда. На-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И приходим. Прелесть. Меняем обои, меняем полы. Новые обои. Класс. В принципе, можно так оставить. Похоже на кухню. Ну, давайте ставить. Вот. Это гриль для бургеров. Там же все время показывается в рекламе, как они прям на таком жарят. Теперь мы столик тоже должны поставить. Поставить еще вот раковину. Микроволновку. Почему нет? Везде нужна микроволновка. Давайте даже несколько грилей поставим. Много бургеров надо делать все-таки. Вытяжка. Вот этот мне больше нравится. Давайте вот таких два поставим. В принципе, все. Можно поставить еще стол. Есть вот такой вот большой. Ой, нет. Это свадебный какой-то. Вот этот. Но он сюда не вписывается. Поставим большой стол для того, чтобы на нем все нарезать. Так далее, так далее. Вот мне этот нравится. Давайте его. О, холодильника нету. Точно. Убираем этот гриль. Хоть он и красивый, мне кажется, использовать его будет сложно. Какой холодильник может стоять на кухне? Ну, наверное, какой-то большой. Вот этот мне нравится. Давайте его ставим сюда. И сюда гриль. Вот здесь пусть гриль стоит тогда. Чтобы было удобно. Ну все, все заиграло. Нужно какие-то полки, наверное. Вот здесь. Оп. Еще полки. Не-не-не-не-не. Отдай. Куда ты их? Куда убираешь? Вот. Красота. Можно еще даже третью сюда засунуть. Или нельзя? Нет. Походу нельзя. Тогда вот эти две размещаем. Все. Прекрасно. Кофе-машина. Вот. Миксер. Ну все. Получается, кухня готова. Потом можно будет заполнить ее едой. Еще разными принадлежностями. Посудой. А это будет туалет. Я не знаю, как они будут попадать. Через окно. Я не знаю. Просто это самая маленькая комната здесь. Додумывайте сами. Пусть у каждого будет своя история. Вот. Например, у меня пусть залазит через окно. Но все-таки давайте выбирать оформление туалета. Обычный туалет. В Бургер Кинге. Какие-нибудь такие тоже кирпичики. Очень любят кирпичики. Мне нравится. Но не с этими обоями. Конечно же. Ну, плитка нужна какая-нибудь. Чаще всего они какую-нибудь такую делают. Просто обычная плитка. Вот эту положим. О! Класс. Класс, класс, класс. Оставляем. Ну и теперь сам туалет. Без ванной. Красивый появился туалет. Но мы сделаем просто вот такие два. Без перегородки, да. Пусть близко стоят. Ну, вот так. Нормально. Раковина. Зеркало. Есть вообще, кстати. Можно большое тоже повесить. Ну, наверное, прямое. Вау! Ну, вообще красиво. Очень. Мусорки нужны тоже. Какие-то очень большие мусорки. Почему нельзя сделать маленькие? Миниатюрные такие. Чтобы не видно было. Нет. Давайте всем показывать. Еще повесим туалетную бумагу. А то как мы без нее. Вот. Прямо над мусорками. Туалет готов. Мне он нравится. Очень красиво. Давайте так представим тогда два входа. Один в туалет через улицу. Здесь вот на кухню вход. Ну, вот сюда главный вход вот через пляж. Классно. Теперь нам нужно это все дорабатывать, потому что у нас нету ни картинок никаких, никакого красивого оформления. Даже еще бургеры мы не расставили. Вот эти. Так что пойдемте все это рисовать. Я думаю, давайте бургерки я нарисую на вот этом большом. Выбираем сразу оформление. Давайте черную просто. Самое лучшее. Теперь нарисуем две булочки. Иу. Некрасивая булочка получилась. Еще раз пробуем. Оп. Вот. Красивая булочка. Сгоревшая немного. Теперь рисуем надпись «Бургер Кинг». Красный. Бур. Криво вообще. Очень криво. Сейчас заодно и булочку подправим. Оп. Во. Прекрасно. Теперь пробуем. Б. У. Р. Г. Фух. Вроде бы нормально. Только бусер какой-то. Нужно Г. Г. Не получилось. Аккуратненько стираем. Брят. Это все испортило. Кинг. Кинг. Г. Ну, более-менее, ребят. Я старалась как могла. Давайте дорисуем вторую булочку. У. Я сделала это. Более-менее. Давайте подправим что-то. Аккуратно. Главное, хуже не сделать. Ну. Нормально. Нормально, ребят. Классно. Все. Печатаем. Ой. Смотри. Как ужасно. Ладно, мы хорошо. Давайте нарисуем меню. Надпись меню. Так. Еще раз. Мне не нравится. Закрашиваем все. Еще раз. Вот здесь начинаем. Меню. Меню. О, вот. Ля-ля-ля-ля-ля. Здесь большой вопер. Ля-ля-ля-ля-ля. И что-то еще. Печатаем. Супер. Ну, и надо, наверное, что-то еще. А, я знаю. У них еще такие вот линии есть. Так что можно сделать их. Мы сделаем желтые булочки. Оп. Теперь мы делаем зеленую. Потом уже мы делаем красную. Теперь коричневую. И уже потом снова вот эту вот желтую. Мы повторили. Ну, как могли. Ура. Я на месте. Теперь мы все сможем вешать. Опа. Это для официанта, чтобы он записывал заказы. Давайте вешать. Вот сюда. Оп. Здесь будет висеть Бургер Кинг сам. Теперь здесь меню. А вот это куда? Вот сюда поставим. Красота. Вот. Это для официантов. Теперь расставляем бургеры. Картошечка. Сюда бургер. Сюда бургер. Картошечка. Еще картошечка куда-нибудь. Сюда тоже. Вот. Ты у нас будешь покупатель. Ты у нас будешь официант. Держи. А ты тоже вот кушай. Давайте еще вам напитки. Все. Теперь, мне кажется, Бургер Кинг у нас получился максимально похожим. Здесь у нас столы. Здесь можно заказывать все, что ты хочешь. Здесь эти прекрасные бургеры готовятся. Гриль. Посмотрите. Все профессионально. Еще один столик на балконе. И туалет. Это, в принципе, все. Мне кажется, получилось достаточно похоже. Напишите в комментариях, понравилось ли вам. Ну, а с вами была Лиша Че. Так что ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.